— Изображает, — бледно усмехнулся майор Уряднику, кивнув на Мишку. — Осмелюсь доложить ваше благородие, я его давно приметил, потому к себе притянул. — Что не говори, я лучший следопыт в поселке, — бодро отрапортовал Урядник. — И славу свою, сами видите, подтверждает. Мы всю округу прочесали, и все пусто, а он за два дня обернулся и свистями. — Ну, оно вроде и верно, только что нам с теми вестями делать-то? — мрачно вздохнул майор. Услышав эти слова, парень воздержался, чтобы не назвать майора дурачком. — Хм, ты, придурок! Потом, покосившись на Урядника, он глазами ему указал на дверь. Тот, чуть кивнув, щелкнул каблуками, цок-цок, прискок, и молодцевато, вытянувшись, спросил. — Ваше благородие, дозвольте мне с парня полный допрос снять, а потом я вам свои соображения доложу, ежели изволите. — Ступай, голубчик, ступай! — очнувшись с размышлений, закивал майор. — Ну, рассказывай, чего удумал, — потребовал Урядник, едва они оказались на улице. Заводить подобный разговор в участке Мишка не хотел. Тема была уж слишком уж скользкой. Чуть подумав, парень тяжело вздохнул и, заложив большие пальцы рук за пояс, негромко сказал. — У того оврага нужно бы засаду устроить. — Зачем? — Думаешь, не всех тут положили? — тут же скинул Саурядник. — Есть у меня такая думка, что это была просто разведка, а динамит они собирались совсем в другом месте заложить. — Где? — тут же последовал вопрос. — Я не военный, Николай Аристархович, но думаю, что взорвать они хотели там, где сложнее всего восстанавливать будет. — Ну, сами подумайте, взорвали они железку. — И что? — Мужики поматерились, поматерились, за несколько дней рельсы шпалы переложили, и поезда снова пошли. — А если не путь, а мост взорвать? — Тут уж матом до недели работы никак не обойдешься, обделаешься. — Да и много это ящик динамита на две колея. — Там по паре шашек под каждую рельсу за глаза будет пиф-паф. — А если не придут? — Если прознают, что первую банду положили уже, — не сдавался урядник. — Просто так людей в тайге держать будем, что ли, как тех зверей? — Да и, честно сказать, думаю, уже прознали, — закончил он, удрученно махнув рукой. — У вас на складе какое старое ружье найдется, — подумав, спросил Мишка. — Зачем тебе? — не понял урядник. — Ну, все равно туда идти. Так я обрез у того ящика навроде самострела насторожу. — Если дернет кто, там и останется в ловушке. — Хм, а справишься? — задумчиво уточнил урядник. — Да там работы на полчаса, — отмахнулся Мишка. — Главное, обрез заранее приготовить. — Хорошо, все будет, — хищно усмехнувшись, пообещал урядник. — Ты пока домой ступай, а мне еще с начальством решать, как всю эту историю генерал-губернатору расписать. — А че тут мудрить? — не понял Мишка. — Берем людей, идем во враг, золото забираем, а динамит оставляем. Все. Я самострел там поставлю, а золото сюда принесем. — А губернатору отписать, что банду отловили, и отряд полиции по следам при помощи следопыта. — Хм, и тут Мишка ткнул в себя пальцем. — При помощи следопыта добрался до места их стоянки. — Угу. — Там все обыскали и схрон золотишком нашли. — А потому как люди у вас достойные служат, то золото они в поселок принесли, и все в голове сдали. — Ну, а бандитов судить собирайтесь. — Вот так. — Четко, — рассмеялся урядник. — Неужто отведешь к золоту? — Ну, себе я его точно не возьму. — Кровь на нем, — заявил Мишка, решительно тряхнув головой. — Молодец, молодец, — с довольным видом кивнул урядник, хлопнув его по плечу. — А раз так, готовься завтра по первому свету людей везти. — Пятерых тебе выделю. Они и обрез принесут. И, патронов к нему с ними, пришлю. — Готов буду. — Всегда готов, — кивнул Мишка. И урядник скрылся за дверью участка. А Мишка, насторожно оглядевшись, зашагал домой. Нужно было приготовиться к очередному выходу в тайгу. Дома он успокоил сполошившуюся тетку, попросив приготовить наутро сухарей, соли и пару кусков вяленого мяса. Охотиться по пути — это заранее объявить о своем присутствии. Их задачей было тихо прийти, подготовить ловушку и так же тихо уйти, как и не было. Вспомнив, что утро вечера мудренее, ведь так, Мишка умылся и завалился спать. А почему утро вечера мудренее? А потому что, когда ты спишь, твои мозги и сами за тебя все решают. Твое подсознание само обдумает, что да и как. И наутро обязательно выдадет тебе самые оптимальные решения. Вот так. Именно потому утро вечера мудренее. А теперь давай спать на горшок и в люлю. Нехай мозги работают, обрабатывают информацию. Потому и говорят, да, утро вечера мудренее. Проснулся он с первым криком соседского петуха. Шкукарику-рику! Ах ты! Шкукарику-шкирку! Стяну я тебя шкирку когда-то, а? Кукарику-холотый, а? Самая горласьная сволочь во всей деревне, а? Шкирку-шкику-рику! Ах, и с этой мысли он спихнул себя с теплой лежанки и поплелся умываться уже. Все, разбудили. Шкирку-ку-кукарику. Пока он плескался и пытался окончательно проснуться, Глафира успела подойти уже корову, и парень, вернувшись в дом, с удовольствием напился парного молока с очередным куском хлеба. Быстро позавтракав, он достал из сундука пару своих новозделанных патронов, и, проверив, все ли уложил в сумку, вышел на улицу, прихватив трофейную винтовку. Четверых полицейских под командой Седоусова-десятника он увидел еще там, на подходе. Выйдя со двора, он вежливо поздоровался со всеми и, уточнив, что вещмешки есть у всех, быстро повел группу за деревню. Теперь, когда в настороженности не было особой необходимости, Мишка шагал по знакомым уже местам быстро, даже не всматриваясь в тропу. Но не забывал внимательно поглядывать по сторонам. Хунхузы хоть и бандиты, но тайгу очень хорошо знают. Из засады устроить им как два пальца об брусчатку, а? Об асфальт. Именно это он и сообщил своим спутникам, едва только группа вошла в тайгу. Так что полицейские шли за ним след-след, зорко посматривая по сторонам. Урядник не поскупился, выделив для этого дела самых молодых и крепких бойцов с десятником, имевшим серьезный авторитет. Сам десятник, очень впечатленный умениями Мишки в стрельбе, слушал парня очень даже внимательно, без всяких экивоков, молча признавая его главенство на этом выходе. Тайгу парень знал лучше всех них вместе взятых. Конечно, не экивокай и не квокайте тут. До места они добрались уже к вечеру. Остановившись на краю оврага, Мишка огляделся и, повернувшись к седоусому, тихо сказал. Одного по этой стороне, другого по той, на полсотни шагов вдоль оврага. Пусть по сторонам внимательно посматривают. Хм, опасаешься чего? Насторожился десятник. — Есть у меня такая мысль, что сюда еще раз они прийти могут. Но не могли они тот динамит сюда просто так принести. Так что береженого Бог бережет, а небрежного конвой стережет. Закончил Мишка, и бойцы дружно заулыбались в немудрящей шутке. Хм, блым-блым. Одобрительно качнул головой, десятник тихо назвал две фамилии и, названные, сняв с плеча с винтовки, поспешили указанные места. Глядя, как полы и шинели хлещут по ветвям кустарника, парень вздохнул и, не удержавшись, проворчал. — Но ведь знали ж, куда шли, а? Нет, чтобы нормально одеться, а? Шворкают. Ну, кой хрен тут форму одежды соблюдать, а? Кому это надо? — Моя вина, Миша. Моя. Это я не удумал, — смущенно проворчал десятник. — Ну ладно, чего уж теперь, — отмахнулся Мишка. — Главное, поудобнее брать. — Подбирайте свои шинели и пошли за мной. Только осторожно. Камни скользкие, ногу сломать проще, чем стакан воды выпить. Ободранные таким его напутствием, полицейские закинули винтовки за спины и, подобрав полы шинелей повыше, осторожно двинулись следом за ним. Мишка, помня свой прошлый спуск, двигался уверенно, но не спеша. Ледяная вода давно уже заливалась сапоги, и холод начал пробирать шедших до костей. Но парень не останавливался. Только выбравшись на сухой участок, он позволил полицейским вылить воду из сапог и отжать штаны с портянками. Доведя группу до схрона, Мишка сунул руку в дыру и, достав оттуда пару жердей, велел отодвинуть валун. Пока полицейские пыхтели, он достал из сумки, переданной ему десятникам, обрез, и, переломив его, достал из ствола патрон. Десяток таких же ему с десятником передал урядник, но у Мишки не было в них полной уверенности. Но это был обрез одноствольного куркового ружья шестнадцатого калибра, так что взятые с собой свои патроны к нему не подходили, не унифицировано. Подумав, Мишка вздохнул и, присев на ближайший камень, принялся разбирать два полученных патрона. Оба оказались картечными. Парня это порадовало. Оставалось сделать из этой пары настоящий запал. Увидев, что валун уже отодвинут, а я его тут сам отвигал, Мишка подозвал к себе десятника и, кивая на провал, посоветовал. — Верхний ящик скажи, чтобы снимали очень осторожно, и тащили сюда, а второй, когда все переложите, камнями набейте. — Зачем? — Ну, золото, оно ж тяжелое. Если полезут и сразу нижний ящик дернут, могут и насторожиться. Так что пусть думают, что все лежит как оставлено, как положено там. — Хитро! — одобрительно кивнул десятник и принялся командовать. — Раскомандовался тут, а? Разложив мешочки с золотом по вещмешкам, десятник проследил, как его подчиненные задвинули пустой ящик обратно и принялись набивать его камнями. Сам же он в это время по указанию парня достал из голенища нож и принялся сверлить боковую стенку ящика с динамитом. Мишка, разобрав оба патрона, сыпал из них картечь и, пересыпав порох в одну сторону, принялся заталкивать в патрон плотный пыш. Потом, вложив в гильзу пять картечин, он утрамбовал их пальцем и, заткнув гильзу пыжом, достал из сумки агарок войсковой свечи. — А это зачем? — не сдержал любопытство десятник и ткнул пальцем свечу. — Ву! — Пыш, воском залить надо. Тут низина, ручей рядом. Место сырое. Так воск порох от сырости сохранит. — Э, ну воно, на как? — удивленно протянулся до усы. — Э, воно, а? Ну и ловок ты, Миша. — Охотой живу, потому и знаю, — усмехнулся парень, чиркая кресалом и поджигая агарок. Быстро залив пыж воском, он вставил патрон в обрез и, убедившись, что десятник просверлил в ящике дырку, полез в провал. Вбив у дальней стены колышек, парень привязал к нему кожаный шнурок и выбрался наружу. Прикрутив обрез к боковой ручке ящика так, чтобы ствол вошел в просверленное отверстие, он с помощью парней затащил в ящик провал и, выгнав их, принялся прикручивать шнурок от колышка к спусковому крючку. — Как бахнет! — Только зайди, шандарахнет, а? — Лаушечка! — Как кулемочку настаиваю, треппер. Последним действием, взведя курок обреза, он аккуратно выбрался из провала и, отдышавшись, махнул рукой. — Заваливайте! Полицейские жертями подвинули валун обратно, и Мишка, засунув жерди обратно в дыру, внимательно осмотрелся. С первого взгляда было заметно, что тут кто-то ковырялся. Отправив полицейский к выходу из оврага, он вытащил из брошенной бандитами подстилки еще не осыпавшуюся лапу и принялся заметать эти следы. Потом, подобрав в ручья несколько крупных камней, он разбросал их так, чтобы любому было понятно, что лежат они тут давным-давно нетронутые. Полюбовавшись на дело своих рук, да, Мишка поспешил за своими спутниками. Собрав часовых, они зашагали уже обратно. Ночевать им придется в тайге, но делать это рядом с такой миной Мишка не хотел. Как бомбахнет, мозгов не соберешь. Ясно, а? Взрыв ящика динамита снесет стену оврага и наверняка перекроет даже весь ручей. Потом тот, конечно, пробьет себе новое русло, но перед этим в овраге появится новое, небольшое озерцо. Забуль-булькаешь. К вечеру едва начало смеркаться, о, смеркалось уже, Мишка выбрал подходящее для ночлега место и, не оглядываясь на попутчиков, принялся рубить лапник. Быстро приготовив шесть охапок, он вернулся к биваку и, заметив уже собранный хворост, одобрительно кивнул. Ножом вырезав дерн, он быстро выкопал ямку и развел костерок. Один из полицейских сбегал к ручейку, и вскоре над огнем висел уже большой котелочек. Готовить они не собирались. Бросив закипевшую воду горсть чаю, Мишка принялся выкладывать из сумки припасы, собранные ему теткой. Что, на целую араву солдат, что ли, собирала? Это и тебе. Поужинав, десятник распределил дежурство и, растянувшись на лапнике, достал из кармана кесет. Бросив на него быстрый взгляд, Мишка мысленно скривился, но промолчал. В тайге запахи разносятся далеко. Далеко-далеко. Но даже если во враге появятся бандиты, заметить что-то им будет сложно. От схрона они ушли в верст на десять. Напомнив полицейским при любой нештатной ситуации будить его, парень положил винтовку под бок и, поплотнее завернувшись в кожух, моментально уснул. А мозг нехай работает. Он все решает. Да, спал Мишка по-волчьи. Откуда взялась такая способность, он так и не понял. Но это умение казалось полезным. Ты, одинокий волк. Его не беспокоил обычный таежный шум и шорох. Как и не было. Белый шум. Он даже хорошо под это дрыхнул. Но стоило только кому-то из полицейских неосторожно брякнуть антабкой винтовки, как парень тут же поднимал голову и осматривался вокруг. Вот так вот. Учитесь. Белый шум. Убедившись, что все в порядке и дежурный бдит, он снова так же легко засыпал. Пусть бдит там. К своему собственному удивлению проснулся он как следует отдохнувшим и выспавшимся. Полицейские уже принялись собирать хворост, чтобы развести костер и попить чаю перед дорогой, когда со стороны оврага раздался тяжкий грохот. Земля содрогнулась, а над тайгой поднялся бурый земляной куст. Твою мать! Охнул Мишка, вскакивая на ноги и глядя в ту сторону. Это шо, мина твоя так рванула, а? Растерянно спросил десятник. Шандарахнула. Ну, больше нечему. За мной! Скомандовал Мишка и, подхватив вещи, рысью помчался к оврагу. Мишка, стой! Осадил его десятник. Нельзя нам туда. Задерживаться нельзя. Начальство приказа за золото первым делом в управу доставить. Нам нельзя. Не можно нам. Давай мне одного из своих и идите. А мы уже догоним, подумав, кивнул Мишка. Семен, давай мешок сюда. А сам под команду Михаилу поступаешь. И смотри мне, как родну маму, шо бы слуховся. Добавил ему десятник, показав тому жилистый кулак. А? Чем пахне? Не извольте беспокоиться, господин десятник, вытянулся сразу же молодой полицейский. Все сделаю, как скажет. Все. Ну, пошли, сынуля. Фыркнул Мишка и, взяв винтовку в руку, легко побежал вперед. А ты за мной, хвостиком. А-а-а. Да, новое озеро нам теперь обеспечено, как и думал. Протянул Мишка, осматривая место взрыва. Ну, как место? В овраг теперь было не спуститься. Небольшой, но быстрый ручей уже почти наполовину заполнил образовавшийся котлован. Стена, в которой была заложена мина, обрушилась и перекрыла русло высоким завалом. Случилось то, что парень и предполагал. Пройдя вдоль оврага по самому его краю, они добрались до места взрыва, и Мишка, рассмотрев на его дне пару тел, злорадно хмыкнул. Пришли. Зря урядник меня не послушал. Сейчас бы с очередным языком были, усмехнулся парень, показывая полицейскому на тела бандитов, точнее на то, что от них осталось. Похоже, пришли уже по темноте и сходу в схрон сунулись. Вот оно и рвануло, — пояснил он. Медленно смещаясь в сторону, чтобы хотя бы примерно пересчитать этих бандитов. Рыл пять было. Не. Но договорить он так и не успел. За его спиной в кустах рождался еле слышный стон. Моментально сорвав с плеча винтовку, Мишка сделал шаг в сторону, опускаясь на одно колено. Не услышавший стона полицейский, увидев маневр парня, он ничего не понял. Но за оружие схватился. Вдруг. То и дело, удивленно поглядывая, то на тайгу, то на Мишку. Где команда? Че делать, а? Там, — указал парень стволом винтовки в нужную сторону. Кусты лещины, видишь? Держи их на прицеле, а я стороной обойду. Тихо приказал он и принялся осторожно обходить нужное место. Его тело, словно вспомнив все наработанные умения, начало двигаться так, что ни одна ветка не шелохнулась. Такой пройти Мишка и сам от себя не ожидал. Ты, таежный. Но отметил это только краем сознания, продолжая контролировать те кусты. Заметив небольшую прогалину в зарослях, парень осторожно скользнул в нее и, чуть высунувшись из кустов, увидел лежащее на животе тело. Рядом с человеком валялась та самая английская винтовка Энфилд. Чуть усмехнувшись, Мишка закинул свое оружие за спину и, подобрав винтовку неизвестного, откинул ее в сторону. Потом, достав из сумки очередной кусок кожного шнура, принялся вязать бандиту руки. Сняв с него все, что только можно было, он выпрямился во весь рост и окликнул напарника. Полицейский, проломившись сквозь кусты, увидел пленника и, разведя руками, протянул. Ну, Миша, удивил. И как только нашел-то? Да стонал он. Вот на звук и вышел, отмахнулся Мишка. Давай вытащим его отсюда и в чувства приведем. Не на себе же это дерьмо тащить. И то верно. На себе не хочется. Усмехнулся полицейский, хватая тело под мышки и сдергивая его на ноги. Тяжелый язык, а? К удивлению Мишке бандит хоть и покачивался, словно крепко пьяный, но на ногах устоял. Обойдя его, Мишка всмотрелся в лицо пойманного и задумчиво проворчал. Похоже, если сам не пойдет, тащить все-таки придется. Чего это так? Не понял полицейский, пытаясь заглянуть пленнику прямо в лицо. Он очень на одного из уже пойманных бандитов похож. Неужто тоже японец? Сообразил парень. Угу. Похоже. Мрачно кивнул Мишка. Ну, значит, потащим. Решительно заявил полицейский и поволок пленника к краю оврага. Жилишь ты, мелькнула усмотревшего на это действие Мишке мысль. Подхватив все снятое с бандита, он поспешил следом попутно извлекая патроны из винтовочного магазина и снятые с него сумки. Выйдя к ручью, они быстро напоили арестованного и, пару раз плеснув его физиономию ледяной водой, немного привели их чувство. Ice cold. Конечно. Пшик-пшик. Увидев перед собой славянские лица, пленник скривился и тихо зашипел сквозь сжатые зубы. Че-то он змею, что ли, изображает? Нет, не понял полицейский. Нет, выругаться хочет. Ш-ха. Да и боится в языках запутаться, а? Усмехнулся Мишка. Конитива. Господин самурай. Не ожидавший таких слов, пленник невольно вздрогнул. Мишке этого, казалось, достаточно. Понимающе усмехнувшись, он достал из сумки очередной кусок кожного шнурка и, обмотав его середину куском отхваченного от пола куртки, соорудил кляп. Зачем? Не понял полицейский. Если он и вправду самурай, может и язык себе откусить. У них в плен попасть — это позор. Пояснил Мишка и, подняв пленника, толчком направил его в нужную сторону. «Это как же там твоя мина рванула?» «Если его из оврага аж выбросило», — вдруг спросил полицейский. «Неужто тебя, дурака, не учили язык за зубами держать, а?» — раздраженно подумал Мишка. Но сдержавшись, ответил. А он не в овраге был. Простых бандитов отправили ящики из схрона достать. А сам поверху пошел. Специально. Знал, что динамит — штука опасная. Но не думал, что там такой сюрприз приготовленный, что до него достанет. «Чего приготовлено?» «Подарчик нежданный». «Это откуда же у тебя такие словечки, а?» «Да книжки всякие люблю, читаю. И слухать умею», — вывернулся Мишка, как упрекнул. «Ну ты же вроде охотник. Откуда временно книжки не унимался полицейский?» «А что еще зимой делать ты, туходум?» «Особенно если запуржит пурга-то». «Ну ты занимал себя чем придется. Сколько читал?» «Восемнадцать, ого!» «А книжки где брал?» «Да когда как. У кого что найду, то и почитаю. Бывает, иногда и шедевер попадается. Бывает, иногда так. Иногда что-то вы мне подкинете. Ты, короче, меньше языком молоти, а? И по сторонам поглядывай. Шедевер он шукает, а? Привыкли баяны вот это слухать, а? Если один поверх ушел, слышишь? Может и второй найтись», — сместил он внимание полицейского. «М? Понял? На вкруги споглядай». «А что ж раньше-то молчал?» Сполошился тот. «Нужно ж вернуться, да поискать». «Ага, найдешь ты его. Как же? Если он на другом краю оврага стоял, то под взрыв не попал и давно уже пятки салом смазал. Да и двоих тащить опасно. Мало нас. А это звери такие, что чуть зазеваешься, тут же в глотку вцепятся». «Это да, хунхозы еще те звери», — мрачно протянул полицейский. И дальше они шли молча. Выйдя к месту их ночевки, Мишка задумчиво покосился на темнеющее небо и, вздохнув, скомандовал. «Тут и заночуем. С первым светом дальше пойдем. Этому ноги спутай и глаз не спускай. А я пока хворосту соберу. Хоть чаю горячего попьем». Быстро сородив костерок, парень достал из вещмишка напарника котелок, и, сходив за водой, подвесил его на рогульку. Всыпав закипевшую воду горсть чаю, он поставил его настаиваться и принялся вынимать из сумки съестное. Быстро поужинав, он вынул изо рта пленника кляп и, сунув ему в зубы кусок сухаря, поднес кружку с чаем, негромко велев. «Жуй и запивай. А начнешь ерепениться, руку сломаю. У меня к хунхузам свой счет». «Ты же знаешь, что я не китаец», ответил пленник, хрустя сухарем. «Сразу это понял. Я видел». «Такого Мишка не ожидал». «Заговорил пленник. По-нашенски, очень чисто и почти даже правильно». «Я предполагал, но я не был уверен». Помолчав, нехотя ответил парень, вкладывая пленнику в рот очередной кусок сухаря. «Хрум-хрумой». «Ты сам сказал, что у вас есть пленник, очень похожий на меня». «Это правда?» «Да». «Это твой брат?» «Да». Последовал неохотный ответ. «Вы оба офицеры японской разведки, сделал Мишка очередное предположение, внимательно слушавший их разговор полицейский тихо аж охнул. Жахнул. «Глупо отрицать», кивнул пленник. «Задача была взорвать мост через реку, чтобы отсечь Дальний Восток от европейской части страны. Так? «Ты слишком молод для разведки, а твой друг сказал, что ты охотник. Откуда знаешь?» Вместо ответа спросил пленный. «Ух ты!» «Еврей». «Думать умею!» «Сколько еще таких групп и где должны произойти взрывы?» «Сколько?» «Не знаю», качнул пленник головой. «Приказ мы получали по отдельности». «Может быть, может быть», задумчиво протянул Мишка. «А че ты он такой откровенный, а?» «Заоткровенничался», вдруг спросил полицейский. «А че он тебе сказал такого, что мы и сами не знаем», повернулся к нему Мишка. «А?» «Да и понимает, что он начнет упрямиться, может, и до поселка не дойти, не доклыгать». «У них в стране порядки особые. В бою умереть — это честь. Позор кровью смыть себя убив, честь сохранить, значит. А бездумно сдохнуть, оказаться брошенным на сиденье зверю — это позор». «Ну, как-то так». «Что, и вправду сами себя убивают?» не поверил полицейский. «Да». «У них это называется обряд сепуку». «А позоренный себе живот специальным кинжалом режет слева направо, а его лучший друг или тот, кого он сам попросит, после того ему голову срубает». «Вот так». «Сепука — пук, и секир — голова». «Что, и вправду сам себя режет?» ухнул полицейский. «Это ж жуть, как больно». «А честь дороже будет», — пожал Мишка плечами. «Самураев этому с детства учат, что не говори, а они воины. Не солдаты, а воины. Службой живут, со службы и кормятся». «Откуда ты знаешь наши обычаи?» спросил внимательно слушавший его пленник. «Нашлись добрые люди». «Рассказывали», — усмехнулся Мишка. «И про Сепуку, и про Харакири, и про то, что перед главным действом истинный самурай должен провести чайную церемонию, написать последние стихи и только потом все закончить». «Слушай, я тебя не удивлюсь, если ты скажешь, что знаешь нашу поэзию», — удивленно проворчал японец. «Нет, только несколько переводов», качнул Мишка головой. «Но нашим ваши танка звучат не так, но про книгу «Пяти колец» я слышал». «Хм, поверить не могу», — покрутил пленник головой и невольно скривился. «Голова болит?» — понимающий уточнил Мишка. «Угу», — отозвал японец. «Терпи, тут я тебе ничем помочь не могу». «Знаю». «Скажи, почему ты хунхузов не любишь так?» — спросил пленник, переждав приступ боли. «Они всю мою семью убили. В том налете один я выжил, и то случайно. С тех пор у тетки и живу. Так что прихвостней ваших буду стрелять и резать до последнего. За родичей моих и сестру мою. Где только увижу», — жестоко закончил Мишка. «Я всегда говорил, что использовать этих глупцов в серьезных делах нельзя», — скривился пленник. «Слишком плохая память о них у вас. Сразу настораживаетесь, как только банда где-то появляется». «А как ты сделал взрыв?» «А с чего это ты решил, что это я?» «Он много говорит, а я умею слушать», — кивнул японец на полицейского. «Самострел в ящике насторожил. Твои бандиты ящик дернули, вот он и сработал», — коротко пояснил Мишка, не вдаваясь в технические подробности. «А ты непростой охотник», — помолчав вдруг заявил японец. «Слишком умный». «Ну да, гайдзины все глупые и грязные», — не удержавшись, фыркнул Мишка. «Откуда ты знаешь это слово?» тут же последовал вопрос. «Оттуда же, откуда и все остальное», — пожал парень плечами. «Люди говорили, а я внимательно слушал, книжки читал». «Какие люди?» «Чтобы знать такие вещи, человек должен был сам побывать в моей стране». «А таких немного». «Ты знаешь, на каторге разные люди встречаются». «Угу», — напустил Мишка туману. «Возможно», — подумав осторожно, кивнул пленник. «Тебе как звать-то, красавец?» — вдруг поинтересовался полицейский. «Анукуто уро!» «Доброе утро!» «Анукуто уро!» «А брата твоего?» быстро спросил Мишка. «Миямото уро!» «Второе доброе утро!» «Тезка со знаменитым автором!» бездумно проворчал Мишка, и пленник растерянно зашипел. «Ты знаешь, что написал книгу «Пяти колец»?» «Миямото Мусаси!» «Человек, придумавший Боккен!» «Да ты не человек!» «Ты лисица!» вдруг оскалившись, зашипел японец. «А с чего ты взял, что я оборотень?» растерялся парень и тут же мысленно назвал себя последним идиотом. Увлекшись, он умудрился раскрыться и перед японцем, и перед навострившим уши полицейским. «Все, слухайте!» Быстро прокрутив в памяти все вопросы и ответы, прозвучавшие в этом разговоре, Мишка немного успокоился. «Про знающего каторжника он вовремя ввернул, а? Хоть знал, куда вставил!» Заметив, что пленник смотрит на него с нескрываемым подозрением, он зевнул, перекрестил рот и, махнув рукой, скомандовал. «Все, я спать ложусь. Ты его пока карауль, а как полночь менет, разбудишь!» Скомандовал он полицейскому, и, улегшись на лапник, моментально уснул. «Все, спадки!» «А мозг-то работает!» В поселок они вернулись через сутки после основной группы. Урядник, едва услышав, что ловушка сработала и оставшие привели еще одного пленника, приказал закладывать пролетку и прямым ходом помчался к тому месту, где их появление заметили. Подкатив, окружавший следопыта в толпе, толстяк командным рыком разогнал зевак и, приказав всем троим сзад садиться, растеряно посмотрел на Мишку. «Получилось, Николай Аристархович!» улыбнулся парень. «И ловушка сработала, и японца живым взять удалось!» «Откуда знаешь, что я понесу, а?» Моментально сделал стойку урядник, явно не ожидавший такое услышать. «Сам сказал!» пожал Мишка плечами. Молодой полицейский только утвердительно кивнул на все это. «А что это он вдруг сознался, а?» не понял урядник. «Тот первый еще упирается там, не бэкает». «Контужен им попался, вот и разговорили», усмехнулся Мишка. «Ничего, первый, когда это увидит, тоже сознается. Братья они! Родная кровь не водится!» «Только с ним поосторожнее, по-нашему шпарит, а ты нового местного не отличишь даже». «Понимают, значит, гады!» «Понимают!» мрачно кивнул рядник, расправляя усы. «А сейчас в участок. Нужно с вас полный допрос снять. Ну, а потом уж своими делами займетесь». «Как прикажете, ваше благородие!» быстро закивал полицейский. Мишка в ответ только кивнул. «Да и чё тут было говорить? Дело это не лично и касается безопасности не только станции». Помня о приближающейся войне, парень уже всю голову сломал, как донести до начальства известие о том, что должно случиться. Но любая попытка хоть как-то передать подобную информацию окажется для него фатальной. Хотя это не самое страшное. Фатальное. Фатальти. Самое неприятное, что все эти попытки будут обречены на провал. Вот так вот. Никто не станет слушать простого деревенского мальчишку, да ещё и контуженного. Никто. Это не древние времена, когда к любым видениям относились серьёзно. Нынешние времена считались уже просвещёнными. И в моде были совсем другие предсказания. Просветились они, ага. Что-то вроде столоверчения или чего подобного. Бери да верти. В общем, куда ни кинь. Ой, везде клин. Вот и сейчас, сидя в пролётке, Мишка задумчиво оглядывал окрестности, прокручивая в уме самые разные варианты передачи информации. По вай-фаю передай. Но ничего умного в голову не приходило. Подкатив к участку, пролётка остановилась, и седоки принялись выгружаться, когда у станции задался паровозный гудок, и урядник, глянув в ту сторону, вздохнул. Литрный. Без расписания идёт. Спрашивать, откуда он это знает, было глупо. Вся округа жила у железной дороги, с неё кормилась и, само собой, знала расписание движения поездов наизусть. Они вошли в здание и поднялись в кабинет урядника. Усевшись за стол, толстяк утер лицо платком и махнул остальным рукою. «Садитесь!» «В ногах правды нет!» Пленного они ещё на входе сдали дежурному, который со зверской миной поволок его в подвал. Мишка с напарником расселись и урядник устал вздохнув, негромко скомандовал. «Рассказывай, Михаил, как оно всё было!» «М?» Внимательно выслушав его рассказ, он покосился на своего подчинённого и, покачав головой, проворчал. «И как только у тебя это всё получается? Ведь как знал, что придут, а?» «Как знал!» «С того динамита, как взбесился!» «Да ничего я не знал, Николай Аристархович!» вздохнул Мишка. «Я думал просто!» «Думу гадал!» «Всякие пути просчитывал, методы, пути решения, методы принятия решений!» «Это ж как звера скрадывать!» «Бери да читай!» «Он даже к водополу и без опаски не подойдёт, зверь-то!» «Сначала пронюхает всё, послушает, а уж потом пить только станет!» «Да и то в любой миг удрать готов!» «Слушаю тебя, Мишка, и всё больше и больше верю тебе!» вздохнул урядник. «Во что?» не понял Мишка. «Ну что, нужно всех моих подчинённых тебе в науку отдавать!» «Пусть грызут, да, каменюку!» «А ты им только щебёнку подавай!» «И стрелять у тебя научатся!» «И башкой своей думать!» «Всё!» «Тьф!» «Шутить изволите, Николай Аристархович, а?» «Академик я!» бледно усмехнулся парень. «Да да! Да какие же тут шутки! Всем вон нос утер! Как перед уходом разложил, вот так оно всё и вышло! Так было!» «Так оно ж всё на поверхности лежало! Просто у вас думы другие были, вот и не разобрались!» Развёл Мишка руками. Урядник тряхнул головой, собирая что-то ответить, но не успел. Дверь без стука распахнулась, и в кабинет ввалился майор в сопровождении трёх человек в полувоенной одежде. «Извольте, господа!» растерянно улыбаясь, сообщил майор. «Вот мой рядник, который непосредственно руководил полицией во время нападения. А вот это наш следопыт. Он-то золото и вернул. Вот он!» «Благодарю вас, господин майор. Более не смеем задерживать», кивнул старший из вошедших, и майор растерянно кивнув исчез за дверью. «Твою ж, маман, это ещё кого принесло? Военная разведка, что ли? Так её вроде в это время у нас толком и не было-то, а? Жандармы, что ли? Так те обычно в форме ходили. Хотя, чё это я? Тут не мой мир, и хрен его знает, как тут у них вообще всё устроено. Но мужички непростые, сразу видно. С-под пидвы, под вертам. С первого взгляда видно, что волчары те ещё. А-а-а. Движения плавные, точные, отточенные, а руки жилистые. Хм, только дай сюды. Сразу видно, что не только пером воюют. Угу. С такими-то лучше помолчать. Здоровее будешь, подумал. Между тем вошедшие молча расселись у стола, и старший, окинув собравшихся внимательным взглядом, тихо спросил, повернувшись к курятнику. А кто первым японца приметил? Он, коротко кивнул рядник на Мишку. А почему решил, что он японец, повернулся мужик к парню? Ну, трудно объяснить, вздохнул Мишка, судорожно ища выход из ситуации. Другой он, на первый взгляд вроде такой, как все, а присмотришься другой, узкоглазый, и лицом, и смотрит по-другому, и одежда опрятнее, да и чистый. — Чистый? Это как? Тут же последовал вопрос. — Ну, в тайге по этому времени особо не помоешься, потому хунхузы все и пахнут. От этого запаха, почитай, даже и не было совсем. Я специально ближе подошел. Нюхнул, да, понюхал. — Хм, интересно, задумчиво протянул старший, покосившись на своих сопровождающих. А как решил сопоследовать и? Почему решил, что это не вся банда? Господин урядник еще седмицу назад говорил, что на станцию напасть собираются по первому снегу. А я не поверил. — Почему? Тут же словно удар хлыста прозвучал вопрос от одного из двух других мужчин. — Хунхузы они кто? повернулся к нему мишка. — Бандиты. — Бандюки. Им налететь, ограбить и удрать поскорее. И зачем они станут на станцию нападать? Железо от провозов им без надобности. Тяжелое, и денег за него много не возьмешь. А самое главное снег. Снег, это ж след, следы. Тем более от банды. В поселке каждый второй охотники пройти за бандой по такому следу для них это же плевое дело. Вот и скажите мне, зачем бандитам так рисковать и при этом без добычи? Что это за бандиты такие? — Хм, и что надумал, спросил старший и строица с интересом слушавший рассуждения парня. — Отвлечь они нас хотели от чего-то более важного. Ну, вот я и подумал, от чего? Что они хотят сделать вот такого? И главное, где? Когда банду взяли, я специально стал все их сумки обыскивать. — Ничего. Выходит, точно, нас отвлекали. Ну, не пойдут хунхузы на глупый налет, который им жизни стоить будет. Типа, причем и бесплатно. Не пойдут. Не тот народ. Все продумано. Вот и получается, что пока одни головы под пули подставляли, другие где-то что-то делать должны. Осталось решить, кто и где. Ну, вот я последую пошел. И вышел. Ну, то, что нашли золото и динамит, мы знаем. Теперь расскажи, почему хотел там засаду устроить и как до мины додумался. Так потому и додумался, что понял, не станция их целью была. Ведь не станция. А когда динамит увидел, сразу сообразил, что взорвать что-то серьезное хотят. А станция значит не серьезная, иронично усмехнулся третий мужчина. Ну, вот взорвали бы они рельсы. И чего? Пожал Мишка плечами. Мужики за неделю бы все отремонтировали. Такой взрыв нужно делать там, где дело одной недели не обойдется. Вот мы и решили, что они на мост нацелились. Ну, сами подумайте. Река от дождей вспухла. Погода такая, что не сегодня-завтра морозы ударят. А тут еще и моста нет. А так просто его уже не починишь. Логично. А Дебрит накивнул самый главный. А что про мину скажешь? А что про нее говорить? Господа землеустроители, когда под шахту место расчищали, много чего про динамит говорили. Я им свежую убоину продавал. Вот и наслушался. Взял у господина урядника обрез, патрон нужный сам снарядил, в ящике дырку просверлили и самострел насторожили. Все дела, чтоб бабахнуло, когда надо. бумагу, карандаш, потребовал старший, повернувшись к уряднику. Тот суетливо достал все требуемое из со стола и протянул мужчине. Тевнув, тот передал все это добро Мишке и, ткнув бумагу пальцем, приказал. «Рисуй, черчи, как обрез прилаживал и как сделал, чтобы выстрел был». «Так я не художник?» развел Мишка руками. «Тогда рассказывай, я сам рисовать стану», не уступил мужчина. «Ящику динамита на вроде патронного, только чуть поменьше, с ручками по бокам. Вот мы сбоку дырку и просверлили там. Потом обрез к ручке ремешком примотали и от спуска шнурок к колышку. А колышек тот в землю, да и покрепче. Потом курок взвел и все. Бандиты ящик дернули, самострел и выстрелил, и динамит взорвался. Всего-то и делов-то ТНТ. Как триггер». «Триггер?» «Ну да, спусковой крючок. Триггер». «А-а-а-а». Внимательно слушая его повествование, мужчина короткими точными штрихами наносил рисунок на бумагу. «Черчи!» «Наслухався!» «Черчи!» «Вы черчивай!» Спустя минуту перед Мишкой лежала уже описана им конструкция. «Пашти!» «А-ш-тыри!» «Ну, «Пашти!»» «Так сделал!» уточнил мужчина. «Так!» кивнул парень. «Самострел, значит!» многозначительно хмыкнул мужик. «Так я же охотник!» «На звериной тропе такие в голодное время часто ставить приходилось!» «Так то на тропе, а то в ящик с динамитом! Это же разные вещи, а!» проворчал явно удивленный мужчина. «Сколько во второй банде народу было?» «Я четверых насчитал. Это те, кто после взрыва на виду остались. А сколько их всех было?» «Мишка только головой покачал». «Ну, думаю, с десяток». «Счё это ты так решил?» «Один поверх ушёл. Мы его живым притащили». Мужчину только добрить накивнул. А трое в стороне остались. Думаю, место у схрона осматривали. Дело ведь-то на рассвете было. Но остальные в это время динамит доставали. Там схрон тяжёлым валуном завален был. Трое валун откатывали, а четвёртый ящик потянул. «Ну, вот оно и рвануло», закончил Мишка, злорадно усмехнувшись. «Интересный ты паренёк! Ух, интересный!» протянул мужчина, окидывая Мишку задумчивым взглядом. «И внимательный, смотрю, с динамитом обращаться умеешь». «И думаешь так, словно в военном училище учился?» «Откуда такие знания, а?» «А я книжки очень люблю, знаете ли», отрезал парень. «Читаю их. Каждый божий день. Восемнадцать ого, значит. Хошь не хошь, понаучиваешься». «Ха! Ну, если вы решили, что я на хунхузов работал, напрасно думайте так. Я вас же как мысли читаю». «Скажите, что не думаете». «Я по их милости сиротой стал. И резать этих тварей буду всегда и везде. Тоже подумайте». «Хм!» смущенно откашлялся старший. «Не знал». «Извини». «Бог простит». «Дозвольте идти, ваше благородие». «А ты торопишься куда?» «Да из тайги вот вышел, устал, помыться бы, да и не жравший весь день». «Ступай», подумав, кивнул тот. «Только из поселка не отлучайся, у нас, возможно, еще к тебе вопросы, какие будут». «Так я завтра сюда же на службу приду». «А это кем же ты тут служишь?» удивился старший. «Оружейники, ваше благородие, для господ полицейских патроны кручу». «М?» «Что, для нарезного оружия, что ли?» «Для револьверов, винтовочные мне не сделать, там пули в медной рубашке». «Что, и вправду оружейник?» повернулся мужчина к уряднику. «Еще какой?» истого кивнул тот. «Таких мастеров поискать еще». «И стреляет так, что наш первый стрелок только рот от удивления развел», не утерпев, добавил полицейский. «Нашел чему удивляться. Я же охотник», фыркнул Мишка, мысленно посылая его куда подальше. «Ага, охотник. Это с ружьем да винтовкой охотник. А когда из револьвера стрелял, а? Пульки в глаз, а через опу вылетело? «Но какая разница из чего стрелять, а? Правила-то одни», вздохнул Мишка. «Мушка, целик, мишень, проведи прямую линию, все и стреляй, траектория». «Что и правду так хорошо из револьвера стрелял?» спросил у полицейского старший. «С тридцати шагов все шесть пуль в центр мишени», не промолчал тот. «А интересный ты юноша, дюжа-дюжа интересный», проворчал мужчина, рассматривая Мишку непонятным взглядом. Два дня после памятного похода прошли нормально. Выпал первый снег, и Мишка с удовольствием занимался домашними делами уже, а не теми вашими пульками. колол дрова, рубал дрова, расчищал двор, и вообще тихо радовался жизни. Но чуйка, печень или еще какой ответственный за это орган, они не давали ему покоя. Все чуют, а? То и дело, прокручивая в голове события предыдущих дней, он все больше приходил к выводу, что очень скоро что-то да произойдет. И это что-то будет весьма неприятным, во всяком случае для него. Хоть бери и дотекай отсюда. И оставалось понять, что это такое может быть. Ожидать этого? Тогда побачишь. Что делать, а? И каждый раз, вспоминая лица главных участников тех событий, он склонялся к мысли, что его попробуют разменять. разменная монета. Те трое волков из непонятной структуры даже не задумаются, если возникнет вопрос, что важнее, жизнь парня или нужные сведения. Угу. А в том, что японцы не те люди, которые забудут свой провал, он даже не сомневался. До конца жизни помнят. Так что, увидев у ворот знакомую пролетку, Мишка только мрачно хмыкнул и, поправив за спиной подаренный урядник револьвер, направился к калитке. Все было, как в том мультике. Нарисовано все, картинки прошмыгали. Предчувствия его не обманули. Нет. Как заранее все было описано. Мрачно рассматривая физиономию прибывших, парень испытывал только одно желание. Открыть по ним огонь. А там, что будь, то будет. В сопровождении урядника прикатила вся троица. Стараясь держаться так, чтобы толстяк оказался между ним и странной троицей, Мишка жестом пригласил их в дом. Благотетка недавно ставила самовар, так что долго возиться не пришлось. Расставив чашки, Мишка заварил свежий чай и, поставив его настаиваться, вопросительно покосился на урядника. Заметив его взгляд, тот заметно стушевался и, расправив усы, громко прогудел. В общем, дело такое, Михаил, японцы те согласились показать все на месте. А господам и тут он запнулся, не зная, как представить приезжих. В общем, господам проводник нужен. Зачем, сделал вид, что не понял парень? Если они на месте все покажут, то проводник зачем? Как пришли, так и вернутся недолго. А если он кружить начнет? Чуть усмехнувшись, спросил старший троицы. У вас, иронично хмыкнул Мишка, а чем мы от обычных полицейских отличаемся? А чем волк от кошки отличается? Ответил Мишка вопросом на вопрос. О, тоже еще той еврей значит. Учишься понемногу, учишься, я смотрю. Молодец, молодец, молодец. Ну, волки, кто мы на твой взгляд? Волки или коты? Усмехнулся старший. Волки или коты? Или коты, которые котуют? Волки матерые. И тайгу вы не хуже меня знаете. Это что ты так решил? Явно удивился старший. А с того, что вы даже сейчас одеты так, что хоть сей момент в тайгу прыгай. Ничего не тянет, ничего не мешает, смотрю. Тактическая одежда. Подогнанная, обувка вон специальная. И оружие под рукой. Мешки с продуктами на плечи и ходу. Так зачем я вам? Приезжие растерянно переглянулись, а урядник только головой от удивления покачал. Потом, пытаясь разрядить ситуацию, с бледной усмешкой проворчал. Ну и глазок у тебя, м? Я и половины не заметил даже. Вот шо значит лучший охотник? Вот то, то, ну, шо? Хм, ну да, удивил, действительно, нехотя протянул старший. Не думал, что это все так заметно? Не особо, если не знаешь, на что смотреть. А ты, значит, знаешь. Ну на то я охотник. Два года уже один по тайге хожу. А там люди, знаете, всякие встречаются. На иного посмотришь, чистый варнак, а заговоришь, из политических и крови боится. А другой хоть сейчас на ярмарку, а он только и смотрит, как тебя ножом спину ткнуть. Ну да, школа жизни, задумчиво протянул старший. Но даже если принять все, что ты сказал за правду, ты нам все равно нужен. Так, хорошо, кто еще пойдет, подумав, уточнил Мишка. Мы трое, пара полицейских, ты, ну и арестованный. Который из двух, старший или младший? А как ты их отличаешь? Старший тот, которого при налете взяли, а младший, который под взрыв попал. Второй сам признал, что братья. На то он и есть младший, и хмыкнул Мишка. Старший поведет, он майор японской армейской разведки. Младший еще в себя не пришел, да и знает меньше, младший ведь. Значит, это он подсказал меня взять. Вроде как для контроля, а? Невинным голосом спросил Мишка. Угу. Автоматически кивнул старший и тут же, опомнившись, настороженно уставился на парня. А ты как узнал? А японцы они обид не прощают. А я его с головой выдал. Вот и сбесился. Так что нет, не пойду, качнул Мишка головой. Погоди, ты что думаешь, что он специально хочет тебя из поселка вытащить, что в тайге там порешить, что ли? Вскинулся старший. Да, а не голыми руками мастера драться. Так что без меня справитесь. А придется, чуть скривившись отрезал мужчина. Не пойдешь? Велю тебя из оружейников гнать. И кому хуже станет? Не подумали? Хмыкнул Мишка. Я тайгой проживу и тетку прокормлю. А вот чем тогда они воевать станут? Спросил он, кивнув на урядника. А если в холодную? Тихо рыкнул один из молчавших до сих пор мужчин. Четко молчать не станет. А вам шум в этом деле совсем ни к чему. От паршивец. Все у него тут обдумано. Восхищенно покрутил головой старший. Слово даю. Вместе уйдем и вместе придем значит. Да и не станет он на нас прыгать. Есть способы в узде его удержать. У меня другая мысль, что бежать он хочет. А для этого нас нужно в засаду завести. И вот тут ты нам очень пригодишься. Урядник он рассказывает, что ты из незнакомой винтовки умудряешься в мишень играючи бить. Такой стрелок нам очень пригодится. Прикажите ему нужные места на карту нанести. Он офицер и карту читать должен, как мы святое писание. Мрачно предложил Мишка, обдумывая уже эту предстоящую ситуацию. Ой, не ходи, вопила чуйка, не ходи, даже нос не высовывай. Чуем, чую. Слово только старший дал. Остальные молчат, как воды в рот набрались. Сидят вон. Что, не видно, что ли? Чуем, чую. Он сам сказал, что им эту идею японец подкинул. Значит, задумал что-то. А это уже сделано, бросив на подчиненных быстрый взгляд, тихо ответил старший. Но нам нужно все эти места на месте проверить. В общем, так, завтра с первым светом ждем тебя возле участка. Не придешь, пеняй на себя. Дело важное, и шутить я не стану. Вместе с теткой на каторгу отправлю. Ясно тебе? Жестко закончил старший. Хм, ишь какой, если доживешь, прошипел про себя Мишка. Но вместо этого только мрачно кивнул на все это. Заметив его взгляд, урядник только головой покачал. Один из троиц и, глядя на Мишку, осторожно подтолкнул приятеля, и тут моментально подобрался. Заметив их настороженность, парень сложил руки на груди, и, обведя собравшихся долгим жестким взглядом, тихо ответил. А меня, господин хороший, пугать себе дороже. Как господин урядник говорит, я с любого этапа в тайгу уйду, и никто даже не почешется. А тетка, зашипел в ответ старший, и ее уведу. Замет уйду, замет кот, и льду, вода, и льду. В льду, пугать, льду, льду, и льду, льду, и льду, льду, льду. Восемнадцать ого Выходит у нас новая серия Каждый Божий день Все аудиокниги и все рассказы Находятся в нашем подвале Снизу Заходишь и там целая библиотека Наших рассказов Старичок, заходи на пикничок Каждый Божий день Восемнадцать ого Не пропустите А на сегодня шо? А на сегодня все Покедова, споки-ноки Чпоки, ага